Приветствую вас автором. Я думаю, что проблему можно и нужно разбить на несколько составляющих. Первая проблема это финансовый кризис, который стал для вас травмой. То есть, что значит стал травмой? Стал травмой это означает, что вы в процессе кризиса для себя сделали какие-то выводы в отношении себя же самого. Либо подкрепили какие-то выводы о себе, какие-то представления о себе, которые уже были до этого. То есть, к примеру, финансовый кризис как ограниченность в денежных средствах и, соответственно, в своих желаниях могла быть воспринята вами как, ну, например, тот факт, что недостойно. Я не достойна того, чтобы иметь возможности для, так сказать, ну, для красоты. Либо финансовый кризис для вас был настолько унизительный, что теперь вы боитесь тратить деньги, потому что снова боитесь этого же самого унижения. Возможно, есть еще причины, по которым вы боитесь сейчас сделать то, что вам хочется, но вот глобально чисто две такие вот ключевые линии, два ключевых вектора, это вот, значит, те, что я перечислил. И, соответственно, в направлении этих векторов нужно двигаться. Возможно, оба вектора сразу. Я думаю, что, скорее всего, подобные мысли у вас были еще до кризиса. Какое-то сомнение, сомнение в себе, сомнение в том, что вы делаете, сомнение в своей ценности и прочее, прочее, прочее. Скорее всего, с учетом того, сколько вам лет, кризис, он просто подкрепил ваши уже имеющиеся мысли негативные. Просто сделал их более яркими. Следующее, это самооценка, потому что вы считаете, что вы старые, зачем на себя тратить? Это самооценка. Самоценка, это, собственно, обесценивание. Обесценивание всегда идет из догм, который находится у человека в его психологической реальности. Соответственно, от догм необходимо избавляться и, собственно, саму догму раздевать на позитивную интенцию и на абсолютно лишнюю, отягощающую только вас шлуху. Но это работа с остановками. А дальше, что касается мужчины, то здесь важно не столько то, как чисто внешне вы выглядите, как степень обрядности, ухоженности. Это вы можете сделать и без трата денег на красоты. Другой вопрос, что мобиль вашего женского поведения, очевидно, оставляет делать лучше, раз мужчина вам предъявляет такие вот требования. Да и самого мужчину, вполне вероятно, вы могли выбрать именно только для того, чтобы подчеркнуть нехватку ощущения своей собственной красоты. Ну, потому что партнер, это наше отражение. Вот, и коль у вас ухоженный мужчина, ну, значит, вероятно, вы хотите через него быть ухоженный и самостоятельный. Только вот не получается. Так что здесь гендерные отношения, модель женского поведения и предпочитаемого мужского поведения тоже необходимо разобрать. Следующее. Речь о желании замужества и семьи тоже отдельный пункт, который очень важно рассмотреть поближе, потому что за ним, как правило, кроется определенная и вполне адекватная потребность. А вот форма реализации потребностей в виде стремления к семье и замужеству и, возможно, детям является крайне неадекватной. Точнее, является зависимой генной и, в общем-то, ничего хорошего для вас в себе не несет. В целом, мне показалось, что глобально у вас есть проблемы с реализованностью, глобально у вас есть проблемы с таким принятием себя и, в целом, у вас есть проблемы личных границ. Потому что финансовые кризисы, они возникают именно по причине отсутствия человека адекватных личных границ. Ну, здесь, кажется, для примера можно привести кредит, да, вот. В каких случаях люди берут кредит за исключением тех моментов, когда, например, речь идет о буквально инвестиции, то есть, когда ты инвестируешь во что-то, ну, например, в машину, на которой будешь работать, например, в ноутбук, на котором будешь, опять же, работать, например, в телефон, опять же, на котором или через который ты будешь работать, то есть, когда ты просто инвестируешь в будущее, да, это не кредит, это инвестиция. А вот именно кредит, когда человек берет, значит, то, что он не может себе позволить. Вот финансовые кризисы, они возникают зачастую именно из-за отсутствия личной границы человека, неумения распоряжаться деньгами, ну или финансовые кризисы представляют для себя вторичную причину, а первичной причиной является проблема трудоустройства, проблема профессиональной реализации и профессиональной же коммуникации, вот, которая очень часто связана с коммуникативными навыками у человека вообще, ну, поэтому вот в целом, да, как вот вы описали проблему в своем начальном сообщении, выглядит так, что вы несколько потеряны и сам не знаете, за что вам браться, вот с работы меня ждет не так, вот с молодым человеком меня ждет не так, и тут у меня не так, и там у меня не так, то есть нет вот какой-то такой сформированной четкой позиции по разным вопросам. Вот, мне кажется, что именно сформирование позиции, помимо всего прочего, вам необходимо начаться. Вот, так я вижу важную проблему, соответственно, справляться, то есть подавлять ничего себе не нужно, а вот последовательно разбираться с своими трудностями и противоречиями вполне себе реально. Вот, на счет, конечно, стоит за страхов и проблемы самооценки, которые являются ключевыми, вот, в частности страхи являются ничем иным, как инверсированными желаниями, да. Вот, и соответственно, скорректировав данные проблемы, вам уже будет легче двигаться дальше по, так сказать, пути решения всех остальных, все остальные проблемы, это, по сути, производные вот проблемы данные. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ, пока что. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация разрешется.